Всем привет! Сегодня посмотрим с вами Калинан Белек. Это премиальный отель в Турции, 22-й год постройки. И пускай он для многих туристов покажется недосягаемым в ценовой категории, но это тот отдых, к которому стоит стремиться. Это премиальный сегмент не для массового туриста, большинство представителей которого предпочитают варианты попроще и подешевле. Этот же отель для настоящих ценителей эксклюзивного отдыха. Уникальность его начинается уже даже с названия. Калинан – это самый большой и дорогой в мире алмаз, который не имеет аналогов. К примеру, производитель премиальных автомобилей Rolls-Royce назвал также одну из своих эксклюзивных моделей – Калинан. Отель абсолютно новый, он не был реновирован, не перестроен из другого отеля, а был построен с нуля. На этом месте располагались раньше только гольф-поля. На входе вас встречает welcome drink, можно съесть печеньку и запить шампанским маэт. Год постройки и открытия – 2022. Расстояние до аэропорта Анталии – 30 километров. Отель является круглогодичным, поэтому приезжать сюда можно даже зимой. Вы наверняка выиграете при этом в цене. Расположен в Билеке. Ну, а где же еще строить такого уровня отели? В общем, если вам поднадоел Max Royal или Ragnum, то стоит попробовать Калинан. Рядом стоящие отели – TUI Magic Life и Club Mega Sarai. Что касается интерьера, он стильный и современный. Использовано много светлых тонов и подсветок. И выглядит тут все в итоге не дорого-богато и безвкусно, а вполне оригинально и стильно. Зона ресепшн довольно минималистична. Регистрация заезда тут проходит моментально. Для отдельных категорий номеров регистрация заезда и выезда происходит в номере. Гостей отдельных категорий номеров встречают с цветами. Wi-Fi работает по всей территории отеля, а также в номерах. Персонал разговаривает на русском языке. Есть услуга персонального ассистента, доступная через WhatsApp. Высокие потолки расширяют пространство. Из больших панорамных окон просматривается значительная часть территории отеля. И большое количество подсветок создает впечатление изысканности. Напротив ресепшн находится лобби-бар с лаунж-концепцией. Работает он 24 часа в сутки. Доступны тут алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли, детокс-напитки, горячие напитки. Работает отель по системе Ультра, все включено. И тут огромный выбор разных напитков и алкоголя премиального уровня. Ассортимент алкогольной концепции размещаю сейчас на экране. Все, что до 14-летней выдержки находится в рамках концепции. А все, что свыше 14 лет предоставляется за дополнительную плату. В отеле огромное количество баров. Я насчитал 19. Расположены они по всей территории отеля. У каждого из них свое время работы. Поэтому я рекомендую вам при заселении ознакомиться с концепцией отеля. С расположением интересующих вас объектов и с графиком их работы. Для того, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и удобным. Ресторанов в отеле 15. В главном ресторане проходит завтрак с 8 до 11. Обед с 12.45 до 14.30 и ужин с 18.30 до 21.15. Кроме этого, есть несколько снек-ресторанов а-ля карты, кондитерская с огромным выбором сладостей, пирожных, выпечки. Это премиальный сегмент, соответственно, выбор еды и напитков просто огромный и выше всяких похвал. Согласитесь, далеко не в каждом отеле встретишь такое. Согласитесь, далеко не в каждом отеле. Тут легко и просто подобрать себе отдых с вылетами из Минска или Москвы, исходя из ваших параметров. А также на главной странице вас ждут спецпредложения и горящие туры. Если вам нужна помощь специалиста, тут же можно оставить заявку. Добро пожаловать на наш сайт. Прежде чем перейти к территории отеля, посмотрим с вами номера. Всего категории номеров тут 19, мы посмотрим с вами 2. Я думаю, этого будет вполне достаточно для общего представления. Минимальная категория – это Superior, 29 квадратных метров, рассчитана на размещение трех человек. Конфигурация кровати может быть разная. Интерьер в номерах стильный и современный. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, кофемашина, электрочайник. Практически во всех категориях номеров есть балкон либо терраса. С балкона открывается вид на территорию отеля. Всего номеров в отеле 544. Уборка производится ежедневно. Каждый номер оснащен системой «Умный дом». Можно управлять ею с телефона. Например, включить-выключить кондиционер удаленно, управлять освещением, шторами. Согласитесь, это удобно и в отеле такого уровня просто обязаны присутствовать такие опции. В номерах есть тапочки и халаты. Конечно же, ванные принадлежности. Все высокого качества. Косметика используется марки «Булгари». Перемещаемся с вами в номер «Фэмили». Тут есть несколько подкатегорий. В целом, такие номера площадью от 50 до 95 квадратных метров предназначены для размещения 4-х человек. Тут есть все то же самое, что и в минимальной категории номеров. Только данный номер больше по размерам. В каждом номере есть мини-бар. Пополняется он ежедневно. В основном у всех он такой же, как я вам показываю. Но наполнение мини-бара зависит от категории номера. И в некоторых категориях доступен эксклюзивный мини-бар с огромным количеством напитков. Практически во всех номерах есть утюг, гладильная доска, цифровые весы, пляжная сумка с логотипом отеля, фен, меню подушек, электронный сейф, детские халаты и тапочки. В номере «Фэмили» две отдельных комнаты, также система «Умный дом», большой балкон на всю длину номера. Выходим на территорию отеля и попадаем сразу в зону, которая называется «Азур». Само название уже поднимает настроение. Это территория релакса, тут находится масса интересных архитектурных решений, выглядит все довольно стильно и интересно. И, честно, меня впечатляет. Я получаю эстетическое удовольствие от увиденного. Территория отеля довольно большая, площадью 170 тысяч квадратных метров и еще примерно миллион квадратных метров занимают гольф-поля. Да, сюда приезжает много гольфистов для того, чтобы совместить отдых с игрой. Тут же находится очередной бар. Это «Азур-бар». Вокруг него столики-стульчики. Отдельно в бассейне расположены вот такие лаунж-зоны под лепестками, где удобно расположиться большой компанией. Правда ведь красиво? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления от увиденного. В отеле всего 13 бассейнов разного размера и глубины. Все бассейны с пресной водой. У большинства из них глубина 1,40 метра, не считая, конечно, детских бассейнов. И большинство из них подогревается не только в зимней концепции, а это с 1 ноября по 31 марта, но и в летней концепции с 1 апреля по 1 мая и с 15 по 31 октября. Это очень комфортно и удобно. Теплый бассейн – это всегда приятно. Респект отелю. Территория отеля достаточно зеленая, растения и пальмы пока еще молодые. Конечно, они были завезены сюда уже немаленькими и посажены, но со временем тут станет еще зеленее и красивее. Мы направляемся в сторону вилл. Это отдельная категория номеров. Точнее, тут есть даже две категории вилл. Это эксклюзив вилла и калинан вилла. 210 и 280 квадратных метров соответственно. Всего вилл 10 штук. Они со своей территорией и с личным бассейном. Они все с дополнительным обслуживанием, таким как бесплатное питание во всех а-ля-карт ресторанах, закрепленная кабана на пляже, химчистка, прачечная, рум-сервис, личный дворецкий, личная горничная, персональный ассистент. Проходя через комплекс вилл, мы направляемся ближе к морю. Расстояние от главного корпуса до пляжа 150 метров. Выходим к главному бассейну, который называется Эл Пул. Кстати, он не подогревается в зимний период. Площадь его 1500 квадратных метров. Хочу показать вам один интересный объект. Это бар Галапагос. Создан он в форме скелета черепахи. Я такого раньше не видел нигде. И теперь вы так же, как и я, знаете, как выглядит скелет черепахи. Современные этнические, созданные в стиле бохо, Галапагос бич бар работает с 9 утра до 2 часов ночи. И здесь доступны алкогольные и безалкогольные напитки и коктейли. Вечерами тут играет живая музыка, проводятся дискотеки и тематические вечеринки. Не знаю, как кого, а лично меня такие интерьеры завораживают и впечатляют. Возле Галапагос бара на улице находится статуя ликийской женщины. Различные интересные инсталляции. Смотрите, что тут сделали из старых телевизоров. Кстати, они все работают. Получилось тоже довольно оригинально. Заодно нашлось применение старым вещам. Видимо, все-таки новое, это хорошо забытое старое. Продвигаемся ближе к пляжу. Нужно немножко пройти от Галапагос бара в сторону моря. Зона пляжа условно разделена на три части. Первая из них зеленая. Лежаки стоят на траве. Она находится до зоны с песком. Кстати, прогресс дошел и сюда. Здесь расположены QR-коды. Каждый лежак имеет свой номер и отсканировав телефоном QR-код, вы можете сделать заказы в баре, которые вам принесут сразу к вашему лежаку. Удобно? Согласитесь. Зеленую зону отделяет деревянный настил, а за ним находится зона с белым мелким песком. Этот песок не турецкий, а привозной. И смотрится довольно экзотично. Похож на мальдивский, но при детальном рассмотрении больше на эмиратский. А непосредственно ближе к морю находится уже зона с обычным белековским песком. Длина пляжа тут 800 метров. Вход в воду комфортный и пологий. Есть два пирса. Справа пирс с кабанами. Они платные и там более уединенная обстановка. А слева обычный пирс. Зонтики-шезлонги новые. Все в отличном состоянии. Пляж полностью оборудован. Находиться тут комфортно. Рядом с пляжем находится пляжная кондитерская. Тут хороший ассортимент выпечки. Все очень вкусное. А некоторые элементы напоминают произведение искусства. Есть в отеле также и аквапарк. Он большой. Всего 13 горок. 9 взрослых и 4 детских. Бассейн площадью 1650 квадратных метров. Подогреваемый в зимней концепции. Возле бассейна находятся лежаки. И в этом бассейне. Также они находятся и внутри. И пластиковые. Есть возможность позагорать и полежать также в воде на них. Рядом находится турецкий а-ля-карт ресторан. В вечернее время он работает как а-ля-карт по предварительной резервации. А в дневное время как снэк-ресторан. И доступен для всех отдыхающих. А-ля-карт рестораны в данном отеле все платные. Имейте это в виду. Их 6 штук. Стоимость посещения от 15 до 45 евро. Еще один интересный объект инфраструктуры. Это спортивный зал с большими окнами, которые смотрят на территорию отеля. Спортивный зал довольно большой и хорошо оснащен. А такие панорамные окна создают впечатление, как будто вы занимаетесь на открытом воздухе. Есть в отеле также крытый бассейн, турецкий хамам, две сауны, баня, косметические и массажные кабинеты. В главном здании отеля находится еще один бар. Это Irish, ирландский бар. Организован по принципу спорт-бара, где можно смотреть спортивные трансляции. Работает он 24 на 7. Находится на минус первом этаже. Что в целом можно сказать про отель? Он новый, красивый, стильный, современный. С хорошими, качественными, умными номерами. С прекрасным ассортиментом еды и алкоголя. С отличным песчаным пляжем. С оригинальными интерьерами и локациями. Он легко может добавить в ваш инстаграм много интересных фоточек. Но вот как бы и приколупаться не к чему. А нет, есть один минус, и он довольно большой. И это цена. С вылетом из Минска 7 ночей 2 человека в мае стоит около 5000 евро. Да, понятно, что это премиальный сегмент. Но, по-моему, цена немного завышена. Отель спекулирует повышенным спросом, ведь большинство обычных номеров типа Супериор уже сейчас забронированы почти на все лето и находятся в стопе продаж. Тут отель действует по принципу, зачем продавать дешевле, если и так хорошо продается. Надеюсь, что со временем цена станет более доступной, когда отель посетят все желающие и интерес к нему немного охладеет. Надеюсь, отель вам понравился. Забронировать можно в нашем турагентстве. Телефон на экране. Полные контакты в описании под видео. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok